Выпускники школ сдали пробный экзамен по русскому языку. Это своего рода репетиция перед основной сдачей госэкзамена. Впервые в этом году каждый пункт приема ЕГЭ оборудуют металлоискателями, а в аудиториях установят камеры видеонаблюдения. Мурманская область подключилась к всероссийскому движению за честный ЕГЭ. Так можно ли сегодня списать на экзамене, расскажем далее. У меня была убедительная просьба вести себя так, чтобы вы имели возможность окончить экзамен и получить потом результат этого экзамена. Парадная линейка полчаса до экзамена. Звучат последние напоминания школьникам перед пробным ЕГЭ. В аудиторию вход свободный только с паспортом и ручкой, никаких мобильных телефонов. С этого года путь к знаниям российских выпускников проходит через металлоискатель. Звуковой сигнал вновь напомнит ученикам о требованиях Минобразования. Досматривать будущих студентов никто не имеет права. В случае необходимости разрешен внешний осмотр с металлодетектором. Ну а если находчивый школьник все же прошел и такую проверку, риск не сдать экзамен все равно есть. В каждой аудитории камеры видеонаблюдения установлены в трех местах таким образом, чтобы каждый школьник был виден. Мертвых зон быть не должно. Каждое действие школьника будет зафиксировано. Затем экзаменационная комиссия будет просматривать весь видеоматериал и выносить вердикт. Наличие мобильного телефона в аудитории влечет за собой удаление с экзамена. Даже если ЕГЭ успешно сдан, а выпускник уже стал студентом, когда тайное станет явным, не исключено отчисление из учебного заведения. Все это сделано для того, чтобы экзамен проводился честно. Вы, наверное, слышали о том, что да, за честное ЕГЭ и так далее. И поэтому это все сделано с целью того, чтобы дети не списывали, а сдавали экзамен то, на что они действительно знают. Эпоха использования гаджетов на ЕГЭ, видимо, завершилась. И, кажется, возвращаются дедушкины методы сдачи экзамена. Шпаргалки мелким почерком, спрятанные в ручке, под юбкой или в кармане пиджака. Выпускник 1-й мурманской гимназии Андрей Федоренко в своих знаниях уверен, к экзаменам всегда готовится и не списывает. Я думаю, люди, которые боятся металлоискателей, будут делать бумажные шпаргалки по традиционному методу. Я хорошист, поэтому у меня нечего бояться. Под наблюдением с этого года и учителя, принимающие экзамен, все должно быть честно и прозрачно, чтобы прошлогодняя ситуация с создачей ЕГЭ осталась неприятным исключением. По итогам экзаменационной кампании 2013 года почти полторы тысячи человек были привлечены к ответственности, в том числе и уголовной. Кто-то лишился работы. Действует сайт смотриегэ.рф, но на данном сайте будет зарегистрировано определенное количество так называемых онлайн-наблюдателей, то есть это специалисты органов управления образования, это просто общественные наблюдатели, которые будут смотреть онлайн за экзаменами. Выпускников 2014 сегодня поддерживают их предшественники. В нашем регионе работает горячая линия «Отличник ЕГЭ». На любые вопросы 11-классников ответят самые умные уже студенты. Те, кто в прошлом году получил за экзамен наивысший балл. Это поможет как-то зарядить обстановку вокруг ЕГЭ, потому что всегда эта процедура сдачи под собой несет некоторую напряженность, такую общественную, социальную, и много вопросов возникает как у школьников, так и у их родителей. Поэтому я считаю, что это важное дело. И я сам через это прошел, поэтому знаю, что такая поддержка иногда бывает нужна. Трижды стобальник ЕГЭ Владимир Егоров сегодня учится в одном из лучших вузов нашей области. Свои знания он держит в голове, а не на бумаге. И чтобы успешно сдать любой экзамен, раскрывает секрет. Надо просто учиться.